Слава Украине! Привет всем от Полонского. Бавовна, да, ребята, сегодня с утра Бавовна, очень знатно, очень красивая. Столб дыма выше, хотел сказать, выше крыши, там до облаков столб дыма. Речь пойдет о временно оккупированном расшистами украинском городе Луганск, где путинские бандиты и террористы организовали шалман под названием фейковая академия МВД, селыши ювилейны, да, это фактически городская черта Луганска. Значит, там организовали вот этот вот свой шалман и, соответственно, общежития, где жили путинские террористы и бандиты, и завезли туда кучу боевиков, и думали, что бог, как говорится, за бороду схватили, что никто их там не достанет, что это очень далеко, ничего туда не прилетит, и, как говорится, наказания за посягательство на территориальную целостность Украины не будет. Жизнь показала, что они жестоко ошибались. Кстати, это уже не первый прилет по Луганску за последнее время. Был прилет также по нефтебазе, но это неделю назад или две, что-то такое. Да, так вот, довольно много путинских боевиков находилось в общагах этой академии, так сказать. Ну и, как результат, сегодня утром местные сообщают приблизительно о восьми взрывах, которые там произошли. Фото-видеоматериалы внизу в описании к данному ролику. Но из того, что я видел, ну, большой дым там один такой, конкретно от прилета. Может, какое-то ПВО работало, может, там не один прилет был. Тяжело сейчас сказать. Вот если, как говорится, видеть эту картину от начала до конца, можно было бы более точно. Но, в принципе, ситуация ясна и она однозначна. Был прилет по месту расположения путинских этих бандитов там в Луганске. Ущерб нанесен колоссальный, потому что взрыв был очень мощный. Прилет был ракеты «Скальп» французской. Вот уже после этого местные там понаходили куски этой ракеты, которые куда-то поотлетали. Это ракета аналогичная «Сторм Шэдоу», только французского производства. Да, там действительно надписи на французском языке и все это дело. Никаких проблем нет. Нет, это территория Украины. Никаких проблем со стороны Франции. Для таких ударов, собственно говоря, эта ракета и создана. Да, именно на территории Украины. Потому что Луганск это неотъемлемая часть территории Украины. Вот, собственно, и все. То есть, как минимум один «Скальп», как максимум, бог его знает, сколько их там было, прилетело и помножило на ноль желание расистов находиться в Луганске. Да, я думаю, там уже никаких желаний сейчас уже нет у тех, кто там находился. Вот, ну а мы работаем, мы работаем, потому что, смотрите, вот подобного рода, подобного рода отработка, она всегда дает расистам понять, что в Украине делать нечего. Вы хотите оставаться живыми, хотите оставаться здоровыми, возвращайтесь к себе туда на Россию, сидите и квакайте вместе с жабами, вот там в болотах. Ну а если вы пришли с оружием в другую страну, то есть в Украину, в Луганск конкретно, ну тогда будут «Скальпы» лечить, как говорится, от амнезии и объяснять, что Луганск это Украина, точно так же и Донецк, как и Симферополь и Керчь и прочие города, временно оттяпанные ворами, фашистами российскими, которые думали, что они бога за бороду схватили. Но тут прилетел «Скальп». Продолжение следует...